Основная функция тела – переносить мозг. Томас Эдисон Привет, друзья! Пища для ума – это не только развивающие игры и изощренные головоломки. Прежде всего, это вполне определенный набор веществ, без которых мозг рано или поздно даст сбой. А телу и психике потребуется помощь специалиста. И хорошо, если одного. И хорошо, если это окажется специалист. Для того, чтобы этого не произошло, давайте заглянем в нашу головную биолабораторию и составим меню, за которое наш мозг непременно скажет спасибо. Доктор Аарон Уайт и его коллеги с факультета психиатрии университета Дьюка недавно провели исследование, как влияет алкоголь на человека. Исследование заключалось в том, насколько повышается вероятность заболевания мозга в старшем возрасте, если начать стабильно употреблять алкоголь в молодости. И может ли он в будущем только все усугубить, если человек уже предрасположен к деменции? В ходе испытаний крысам вводили этанол. Одинаковые дозы были введены как молодым грызунам, так и более старшим. Как только молодое поколение подросло, животных начали обучать выполнению простейших задач рабочей памяти. Выяснилось, что у крыс, которым был введен этанол в более раннем возрасте, наблюдалось ухудшение памяти, чем у старших субъектов, то есть им приходилось дольше осваивать то или иное действие, которое поощрялось пищей. Следствием этого, по-видимому, являлось то, что воздействие алкоголя во время подросткового периода делает мозг более чувствительным к токсинам. Хотя Уайт и признает, что делать такие выводы, основываясь на крысах, дело непростое, но прежде всего мозг подростка все еще подвергается нескольким процессам созревания, которые делают его более уязвимым к некоторым воздействиям веществ, которые присутствуют в алкоголе, рассказал Аарон. Другими словами, ключевые области мозга все еще строятся в подростковом возрасте и более чувствительны к токсическому воздействию наркотиков и алкоголя. В свое исследование также решилось провести невролог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, доктор Сьюзен Таперт. На протяжении нескольких месяцев она сканировала мозг подростков, которые стабильно принимали алкоголь и сравнивала их с теми, кто не употреблял. В конечном итоге ее команда обнаружила поврежденную нервную ткань в мозге первой группы подростков. Это была как раз та область, которая отвечает за внимание и способность понимать и интерпретировать визуальную информацию. Исследование опубликовали в журнале «Психология аддиктивного поведения», где Таперт и написала о том, что под наблюдением были люди возрастом 14 лет, как раз тогда, когда среднестатистический подросток начинает принимать алкоголь около двух или трех раз в месяц по 4-5 бутылок пива за один раз. Сравнивая с теми, кто пил и теми, кто оставался непьющим, ее команда обнаружила нарушение при тестировании мышления и памяти. Мало того, была также заметна четкая гендерная разница. Для девочек, которые пили в подростковом возрасте, тяжело давались тесты пространственного функционирования, связанные с математикой. Что касается пьющих мальчиков, то мы видели плохие показатели тестов на внимательность, рассказала доктор Таперт. Имея массу в полтора-два процента от массы тела, мозг потребляет до 25% всей нашей энергии. В среднем, только на поддержание необходимых жизненных функций, передачу нервных сигналов и воспроизведение элементарных операций, в день мозгу потребуется примерно 500 килокалорий. В моменты напряжения энергозатраты резко возрастают. Но самый большой расход энергии происходит при решении новых, непривычных задач и при работе в так называемом режиме многозадачности, когда хаотично задействуются все типы мышления. Мозговой штурм в состоянии стресса увеличивает энергозатраты организма в целом на 30-40%. Вот почему очень важно тренировать не только тело, но и мозг. Онлайн-тренажеры, разработанные ведущими нейрофизиологами МГУ в тандеме с экспертами онлайн-платформы Викиум, помогут быть максимально продуктивным в вашей повседневной жизни. И все это за 15 минут занятий в день. Уже после нескольких недель регулярных тренировок на платформе вы сможете улучшить память, внимание, концентрацию, повысить когнитивную гибкость и выйти на новый уровень продуктивности мышления. Программа тренировок формируется индивидуально, на основании вводного тестирования, постоянно отслеживает прогресс и корректирует ежедневную программу развития и постепенно усложняя ее. Четыре миллиона пользователей уже оценили онлайн-платформу Викиум. Заниматься можно бесплатно, но с небольшими ограничениями. Полезно, увлекательно и самое главное, у вас это займет минимум времени. Для желающих попробовать оставлю ссылку в описании. Переходите и смотрите. Ведь единственный путь к достижению прочной и счастливой жизни – непрестанное движение в развитии своих способностей. Так, в день экзамена количество калорий, потребляемых студентом сверх привычной нормы, повышалось в среднем на 1100 килокалорий. Если вы не буддийский монах-пронаед, то большую часть энергии для решения всех этих задач придется добывать банальным способом – из глюкозы с пищей, богатой углеводами. Но не все углеводы полезны. Любимые булочки, хлеб и макароны не так уж безобидны. В их состав входит глютен, или попросту клейковина, которая медленно разрушает наш мозг. Нейробиолог Дэвид Перлмутер доказал его прямую связь с работой мозга. Глютен лишает нас возможности сохранять память и интеллект до глубокой старости, способен спровоцировать такие заболевания как слабоумие, диабет, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые нарушения. А называют его еще зерновым клеем. Это белок, который соединяет крупинки муки при приготовлении хлебобулочных изделий. Глютен помогает тесту оставаться рыхлым и подниматься. Он содержится в пшенице, ржи, ячмене и другом зерне. Это, пожалуй, самая распространенная добавка, входящая в состав продуктов и даже средств личной гигиены. Мягкий сыр, маргарин, соусы, подливки, кондиционеры для волос, тушь для объема ресниц – все это содержит глютен. Если вам интересно посмотреть, что такое глютен, просто скатайте хлебный шарик, а потом промойте его под струей воды. Неприятная липкая масса, которая останется в руках и есть глютен. А сейчас я рассмотрю самые топовые продукты, которые нужно мозгу для хорошего функционирования. Как часто вам говорили о том, что слишком много сахара, который находится в меде, только притупляет мозг. На самом деле мед является оптимальным топливом для мозга, а также полезен для предотвращения метаболического стресса и достижения спокойного сна. В период с 2003 по 2008 год университетом Вавилона Медицинский колледж в Ираке было проведено пятилетнее исследование, чтобы выяснить преимущества меда в предотвращении снижения когнитивных функций и деменции, которые сопровождаются снижением познавательной активности мозга, утратой ранее усвоенных знаний, потерей способности ухаживать за собой и отвечать за свои действия. Всего было случайно отобрано и изучено три тысячи людей, все в возрасте шестидесяти пяти лет и старше. Шестьсот из них были с небольшим снижением когнитивных способностей, но без деменции. В исследовании около половины испытуемых потребляли суточную дозу меда, тогда как другая половина получала только якобы мед, рассчитывая на эффект плацебо. Результаты в конце две тысячи восьмого года были удивительными. Всего у четырехсот пятидесяти субъектов развилась деменция, и среди них четыреста были из группы, которая принимала пустышку. У тех, кто ел мед ежедневно, было меньше шансов попасть под развитие деменции. А уже чуть позже официально подтвердилось, мед обладает природными антиоксидантами и терапевтическими свойствами, антиоксидантами, которые способны предотвратить снижение когнитивных функций и деменцию. Многочисленные исследования связывают орехи с улучшением когнитивной функции в основном у животных и у пожилых людей. Но так ли это? Нет, так не со всеми орехами. Вот тот же грецкий орех подходит для любого поколения. Исследования, опубликованные в журнале Trends in Food Science Technology в 2017 году выявили убедительные доказательства, связывающие потребление грецкого ореха с когнитивным здоровьем. Исследование было сосредоточено именно на их влияние на мозг. Участники, которые добавили около 30 орехов в свой недельный рацион, имели более высокие оценки когнитивного теста в конце испытания, чем те, кто их не употреблял. Ученые также увидели нормализацию артериального давления и уровня холестерина. Результаты появились в Frontiers in Aging Neuroscience в том же году. Многие эксперты по питанию и диетологи США утверждают, необходимо постоянно поддерживать нормальное и эффективное функционирование мозга. Как этого добиться? Все просто. Ткани мозга и нервной системы частично состоят из жира, и исследования показывают, что для улучшения мозговой деятельности следует принимать омега-3. Омега-жиры настолько важны для раннего развития мозга, что теперь они автоматически добавляются даже в детское молочное питание, и рекомендуется, чтобы беременные женщины ели две порции рыбы каждую неделю. Исследования показали, что дети матерей, которые ели рыбу во время беременности, имеют лучшие социальные и устные навыки в возрасте 8 лет по сравнению с детьми матерей, которые никогда не ели рыбу. Но польза от употребления рыбы выходит и за рамки ранних лет. Ученые также обнаружили, что многие болезни, связанные с мозгом, могут быть предотвращены или даже вылечены путем правильного потребления жиров омега-3, включая такие проблемы, как деменция, болезнь Альцгеймера, депрессия, а также дислексия. Почти все любят яйца. Их можно приготовить разными способами и съесть на завтрак, обед или ужин. Яйца могут быть жареными, запеченными, омлетами в сочетании с бесчисленными ингредиентами. Это не просто популярный диетический продукт. Они действительно полезны. Некоторые ученые даже называют их оригинальным суперпродуктом. Иногда, конечно, они получают негативные отзывы из-за высокой концентрации холестерина в желтке, но их преимущества все же затмевают это. Яйца содержат химическое соединение под названием холин. Хотя вы, возможно, никогда не слышали об этом, но холин является неотъемлемой частью для поддержания здоровья клеток мозга, особенно путем укрепления их мембран и поддержания их структуры. Это означает, что ваш мозг сможет оставаться продуктивным и здоровым на протяжении длительного времени. Что ж, на этом сегодня все, друзья. К сожалению, искусство правильного питания не преподают в школах и вузах, ведь освоив его с детства, мы получили бы превосходный шанс отказаться от лишних килограммов, тон дорогостоящих пилюль и сомнительных пищевых добавок. Поэтому давайте позаботимся о своем здоровье самостоятельно. Всем спасибо за лайк! Делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных и удивительных фактов. До новых встреч!